Телеканал «Самара ГИС» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли сотни животных, сотни приютили. В этот раз «Зоопатруль» расскажет о том, как спасают собак, которые провалились в погреба, колодцы и другие заглубленные сооружения, откуда выбраться самостоятельно бы не смогли. Ну, здравствуйте. Тут прохладно, кайф, да, тебе? Эльзу достали из глубокого погреба всего несколько дней назад. Хотя собака уже в безопасности и проходит адаптацию в приюте, она до сих пор напугана и робко позирует оператору «Зоопатруля». В летний сезон собаки особенно часто проваливаются в подвалы и погреба. На дачах, в частных домах открывают сараи, проветривают подполы, и зачастую они становятся настоящими ловушками для животных. Хорошо, если люди успеют услышать, как собаки скулят и лают, и вызовут спасателей. Часто проваливаются. Именно проваливаются. То есть не вот там спустились, выскочили, а такие места находят, откуда они не могут самостоятельно вылезти обратно. Собака, когда падает и находится в замкнутом пространстве, у нее паника, у нее шок, и она не подпускает их всегда. Специалисты обычно используют снотворное, чтобы вызволить собаку безопасным способом и для нее самой, и для человека. Только за последний месяц спасатели достали несколько таких пленников. Заодно из таких бедолаг пришлось пролезть под забором с оптимистичной надписью «С тобой никогда не бывает скучно». Ловкость спасателей, седация, подъем на спецоборудование, и собака спасена. Обычно в таких случаях животные отделываются испугом, хотя бывает, что получают травмы при падении с высоты. Ветеринары осматривают каждого и проводят все необходимые мероприятия для реабилитации. Из приюта собака может быть выпущена после не только залечивания всех ран, но и стерилизации и прививок. Другие опасные ловушки, в которые часто проваливаются собаки – открытые колодцы. Спасатели ветеринарного центра вытащили десятки собак, оказавшихся там. Недавно спасли собаку из колодца, заполненного ледяной водой. Раньше была колонка в этом колодце, была заглушена труба, вот она на заглушку вставала, выбила ее, пошла вода. Вот она там в этой воде сидела, неизвестно сколько. Приехали, достали, отпустили ее, она не идет у нее, то есть задняя часть, получается, задняя лапа волочится. Но она замерзла просто. Плюс она еще сточила себе все клыки, все зубы. Пыталась, там были такие типа, как лестницы, пыталась вылезти самостоятельно. Не в первый раз спасателям ветеринарного центра пришлось отправиться и к заброшенным очистным сооружениям в Самаре. Три огромных бетонных резервуара, глубиной около 8 метров, поросли деревьями и травой. И собаки периодически оказываются их жертвами. Приехали, долго найти не могли, там два есть, ну таких, может, каких-то действующих с водой. Там собаки не было. С карты не видно, что есть еще третий. Он, оказывается, просто уже зарос порослью. Ну, нашли его в том, там было две собаки. Еще одна собака не дождалась помощи, была мертва. По словам заявителей, животные просидели в ловушке больше двух недель. После применения седативного укола спасатели подняли собак наверх. Помимо большого количества клещей, у них обнаружили и травмы. Многочисленные ушибы, множественные какие-то кровопотеки, да, на собаках были обнаружены. Естественно, они находились в шоковом состоянии, потому что доступа к воде у них длительное время не было, так же, как и к еде. Самостоятельно из таких мест собаки вырваться никак не могут. Один из спасенных псов, его в приюте назвали Ник, уже идет на поправку и учатся доверять людям. Надолго запомнили в ветеринарном центре и историю спасения четырех собак из резервуара, наполненного водой. Хотя с тех пор и прошло уже больше года. Момент, когда мы пытались применить к животным седацию, и у одной собаки в стрессе возникла идея уже, скажем так, в полуседированном состоянии поплыть. Естественно, она с этим процессом не справилась, и на середине резервуара начала тонуть. Глубина этого резервуара, ну, это человеческий рост. Нужно что за ней прыгать, тащить ее. Естественно, собака кусалась, специально сопротивлялась. Плыть по загрязненной воде, которая поросла полностью тиной, без какого-либо адекватного дна, и тащить за собой достаточно крупную 35-килограммовую собаку, это было сложно. То есть там действительно была настоящая спасательная операция. Ветеринарный центр планирует обозначить проблему перед собственником сооружений. Ведь в этих резервуарах погибло немало собак. Зоозащитники своевременно получали информацию не обо всех животных, попавших в беду. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.